Спасет ли Путина неприкосновенность? Ну, конечно, нет. Какие бы законы о неприкосновенности бывших президентов не принимала бы Госдума сейчас, Путину они не помогут. То, что он сейчас делает, больше похоже на такой, знаете, психологический аутотренинг. Много раз повторяет, меня нельзя трогать, меня нельзя трогать. Но, как говорится, сколько раз не говори халва, слаще не станет. И на самом деле, сразу после ухода Путина закончится и путинизм. Я уже про это делал в видео. И, следовательно, все путинские законы немедленно превратятся в тыкву. Ну, давайте разберемся по порядку. 2 января вступил в силу закон о расширении неприкосновенности бывших президентов России. Смешно, что пока что он относится к одному единственному человеку, Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И если раньше Медведева нельзя было привлечь к ответственности за некоторые преступления, совершенные в период президентства, то теперь его иммунитет стал пожизненным. И доступных, так сказать, видов правонарушения без наказания стало побольше. То есть теперь по закону Медведев буквально может есть детей. И Путин тоже сможет. Таких гарантий неприкосновенности нет, кажется, ни у одного президента в мире. Но что они гарантируют на самом деле? Ведь, конечно, эта неприкосновенность никак не поможет Путину уйти от наказания. И Медведева, кстати, тоже. Потому что этот вопрос вовсе не лежит в юридической плоскости. Потому что после ухода Путина никто не станет, никто не собирается жить по его правилам. Как и подавляющее большинство других законов, наштампованных бешеным принтером в последние 20 лет, этот абсурдный закон быстро пойдет под нож. А Путин, если будет жив, окажется на скамье подсудимых. Его преступления настолько тяжелы и очевидны, что следующая власть, какой бы она ни была, будет просто вынуждена его судить для того, чтобы восстановить в обществе представление о справедливости. Судить за акты политического терроризма, за ущерб экономике, за позорную международную политику, уничтожившую престиж России на мировой арене. И, конечно, за тотальную, всепоглощающую коррупцию. Ну, нет же смысла судить за коррупцию Сечина, Ковальчука, Тимченко или Ралдугина, не трогая того, в чьих интересах они воровали. Такой судебный процесс не будет восприниматься как справедливый, и поэтому не поможет перезагрузить систему, начать с чистого листа, начать строить прекрасную Россию будущего. Суд над путинской Россией нужен для того, чтобы базовую вещь вернуть в массовое сознание, чтобы достичь общественного консенсуса, ну, буквально относительно того, что такое хорошо и что такое плохо. Как-то вот обнулить эти 20 лет в каком-то смысле. Но суд над путинской Россией невозможен без суда над Путиным. И в этой ситуации будет уже совершенно неважно, какие законы Путин напринимал для своей защиты. Это вообще очень типично для диктатуры. Оправдывают любые злодейства законами, которые она сама же и приняла. Ну, рабство было, как вы знаете, формально законным. Холокост был формально законным. Так именно поэтому и появилась всеобщая декларация прав человека. Появились нормы международного права, которые выше упражнений конкретных испуганных диктаторов. Тем более, что Путин явно перегнул свои паранойи. Пожизненная защита от уголовного преследования, серьезно, наверное, если бы он прямо на лбу себе написал «вор», было бы менее очевидно и менее саморазоблачительно. Ну, кто в здравом уме выскажется в защиту такого закона? Никто. Поэтому конкурентный парламент, избранный на свободных выборах, быстро лишит Путина всех его защитных привилегий. Вот с такой же легкостью и скоростью, с которой сервильная Госдума сейчас его наделила этими привилегиями. И народ поддержит, потому что это будет справедливо. А народ у нас, как известно, источник власти в стране. Моральных поводов, позволяющих лишить Путина какой бы то ни было неприкосновенности, полным-полно. Ради него и его товарищей по кооперативу «Озеро» вполне вероятно будет создан отдельный, выходящий за рамки существующих правовых норм процесс. И этого не надо бояться. По сути, это будет процесс, подобный Нюрнбургскому трибуналу, который тоже юридически не был формально вписан в существовавший на тот момент процедуру. Он был одноразовым, специально придуманным, он более не повторялся. Но вот в его необходимости и справедливости никто ведь не сомневается, не так ли? И Путин в первых рядах. На Нюрнбургском процессе путинизма будут звучать обвинения не только в воровстве. Путина будут обвинять в убийствах, разжигании войны, вахтах терроризма. Ну и что, думаете, он скажет? Так вот же закон, я же сам принял, меня нельзя судить. И все молча согласятся, оставят его в покое. Типа, а закон он принял, и ладно, расходимся. Конечно, нет. И Путин, кстати, это понимает. Но тогда зачем он все это делает? Он ведь не может не понимать, что законы неприкосновенности никогда не исполняются. И никогда не помогают диктаторам. Они только выдают его слабость, неуверенность в будущем. Зачем же он тогда принял этот закон? Я думаю, это такая очередная попытка послать обществу сигнал. И обществу, и элитам. Я буду делать все, что захочу. Мне за это ничего не будет. Я хозяин. Я. Слушайтесь меня. А получается на практике у него совсем другой сигнал. Ведь тот, кого уважают, не принимает закона о запрете неуважения к власти. Тот, кто не нарушает закон, не принимает закона о неприкосновенности. Тот, кому нечего бояться, не прячется в бункере и не пытается отравить своих оппонентов. Путин всеми силами буквально кричит о том, как он боится потерять власть и боится того, что будет после того, как он власть потеряет. Ну так для нас с вами это сигнал к тому, что да, конец его близок, что нужно не отчаиваться, не опускать руки, совсем наоборот, дожимать. Так что не надо переживать о новых законах, расширяющих неприкосновенность Путина. Как и другие идиотские и людоедские законы, они быстро будут отменены. А сам Путин вместе с подельниками предстанет перед справедливым судом. Без этого просто не будет новой России. Без этого мы никогда не победим диктатуру до конца, не восстановим справедливость. Так что оставайтесь оптимистами, подписывайтесь на мой канал и задавайте новые вопросы. Я отвечу на них в следующих выпусках.